Опытом погружения в ледяную воду сегодня поделился с журналистами молодой Барнаулец. Мужчина рассказывает, купается в Иордане только в Крещение, но уже много лет, приобщил и детей. Но к процедуре ни себя, ни сыновей никогда не готовит, а вот эффект от нее всегда ощущает. Я думаю, если ты решил, надо просто брать и делать, независимо от того, как себя чувствуешь, настроение, здоровье, она только может быть лучше, то есть это может быть только на улучшение. А вот другая наша героиня – профессиональный морж. Купается в водоемах на свежем воздухе каждые выходные 35 лет подряд. Считает, подготовка к купанию в проруби нужна. В принципе, конечно, нужно, потому что просто чисто морально, психологически, потому что очень страшно переступить это. Но, как говорят, на миру и смерть красна. Поэтому те, кто даже первый раз приходят, они видят, что остальные купаются. Если, допустим, в Крещении народу много, то они тоже это делают и получают удовольствие. Состояние такого праздника, эйфории, классно, как бы победа над собой. Но чтобы праздник не омрачился, предостерегают медики, нужно подумать не только о психологическом настрое, но и физическом состоянии. Врачи считают, к купанию в купеле нужно готовиться и минимум за полгода. Гулять и бегать на свежем воздухе и лишь потом начинать обливаться холодной водой, постепенно понижая ее градус. Не помешает сходить и к врачу, сдать кровь, пройти кардиограмму. Для неподготовленного организма погружение в холодную воду – это, конечно, стресс для организма. Это может быть по типу химического ожога, термического ожога, вплоть до спазма сосудов. И у пациентов может быть и остановка сердечной деятельности. И однозначно нельзя пациентам, которые на сегодняшний день имеют признаки острых респираторных заболеваний, и которые находятся в состоянии, скажем, обострения, декомпенсации своих хронических заболеваний. Тем, кто все же решится на экстрим, медики напоминают взять с собой тапочки, головной убор, полотенце и теплую сменную одежду. После процедуры обтереться и выпить горячего чая. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком.